Приветики мои котята, с вами Брика и добро пожаловать в Вайлд Крофт. Итак, сегодня мы будем выполнять последний квест на волках, это 84 квест, нам нужно будет победить Анубиса. К сожалению, за 84 квест нам не дают ни одного ключика, это очень странно, я надеялась, что нам дадут ключик от супер сундука, от фиолетового окончательного сундука, но, к сожалению, ничего такого нет. Ну, посмотрим по выполнению квеста, что нас ожидает. Также я хотела бы сейчас вместе с вами проверить, будут ли появляться рандомные квесты после выполнения основных заданий, как это было в прошлых версиях игры, так как после обновления вообще непонятно, что здесь творится. Итак, за выполнение этого задания мы получим 21 тысячу монет и за победу над Анубисом мы получим 20 тысяч монет, поэтому 41 сундук сейчас можем смело открыть. Не знаю, выпадет ли в этот раз нам что-нибудь стоящее, так как мы поменяли место расположения открытия сундуков, сейчас мы открываем сундуки перед Анубисом, то есть мы его победили и открываем сундуки, то есть не как обычно мы это делаем в последнее время, да, вот, перед секретным боссом. Ну, посмотрим, насколько у нас счастливое это место с Анубисом. И я бы хотела с вами поговорить, как вы смотрите на то, чтобы убрать лимит с монеток и с лунных камней. То есть для меня, допустим, очень сложно снимать видео 300 сундуков под ваши комментарии, то есть приходится ставить на паузу, формить монеты и снова потом снимать видео. Для меня, например, гораздо проще было бы сразу насобирать 300 тысяч монет, заработать, да, и сразу открыть 300 сундуков, не отвлекаясь, то есть сразу снимать видео. Вот, ну, я думаю, что разработчики вот этот лимит поставили для того, чтобы было сложнее взломать игру на монетки и на лунные камни. Мне кажется, это вот с этим связано, иначе зачем им ставить вот этот вот непонятный лимит 99 тысяч? Это очень маленькое количество монет для высоких уровней игроков. Так, по-моему, я с вами уже заговорилась, мы открыли гораздо больше, да, гораздо больше сундуков, чем планировалось. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас пойдемте тогда, так кого-нибудь прокачивать нужно, давайте прокачаем. Так, Белочку нашу любимую прокачаем, Хлою. И, в принципе, закупим сейчас эликсира на все желуди. Так, на Хило еще немножечко останется тоже, да, эликсира, да. Ну все, желуди себе потратили, эликсир тоже весь потратили. Так, и поехали, конечно же, на Анубиса. Будем пользоваться телепортом, нашей новинкой в игре. Это очень удобно, божечки-кошечки, почему же раньше до этого не догадались разработчики? Это просто мега удобно. Придется победить сейчас крокодила, так как он нам будет мешать. Он сейчас сядет к нам на хвост и будет бегать за мной. Я буду бегать за Анубисом, а крокодил будет бегать за мной. Это не очень приятно. Так, все, победили крокодила. Ну все, побежали, так вы поели. Так, один кусочек мне оставили. Спасибо большое. Ну, у крокодила 8 кусочков, а у нас как раз 8 волков в семье. Так, ну все. А сейчас, как обычно, мы переключимся на фиксированную камеру, для того, чтобы можно было легче победить нашего Анубиса. Так, камера фиксированная. И понеслись. Я буду ставить, наверное, против часовой стрелки джойстик. Нет, против, против часовой стрелки. Ну все, отлично. Грейм у меня запутался немножко. И, наверное, можно даже поставить на 12 часов. Мне кажется, это будет... Да, я ставлю на 12 часов. И он меня не кусает, вы представляете? Потому что волки очень хорошо прокачаны, особенно скорость. Сейчас все будет проходить очень медленно, поэтому я даже не буду делать ускорение съемки. Я просто поставлю на паузу и встретимся с вами уже после победы над Анубисом. И так, осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. И сейчас мы выполним все квесты. Так. И тадам-дам. Да, у нас, кстати, следующий будет рандомный квест. Вау, ничего себе. Вот это квестик. 41 обезьянка, 24 гориллы, 50 журавлей. Это квест на трех локациях. Древний Египет, джунгли и японский лес. Но он очень сложный, 50 журавлей. Это вообще нереально сложно. Я даже не знаю, как я буду его выполнять. К сожалению, никаких ключиков за этот квест не дают. Даже рандомных. Я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, дают ли ключики за выполнение рандомных квестов ежедневных. Хотелось бы, конечно, чтобы они хоть иногда бы выпадали. Ну что же. Ага. Мне неудобно очень на этой камере, поэтому давайте, наверное, переключимся сразу на свободную камеру. Для того, чтобы я могла повернуться к вам мордочкой. Да, сейчас я повернусь к вам мордочкой, да. И вот таким образом мы сейчас будем открывать сундуки. 93 сундука нас ожидает, но мы будем следить еще за эликсиром, для того, чтобы можно было прокачать наших волков. Они очень сильно старались, поэтому не будем их обижать, будем их прокачивать по максимуму. Ну а сколько эликсира, конечно же, хватит. Так, редкий у нас уже выпал эликсир. Нужно следить именно за легендарными эликсирами. Достаточно двух легендарных эликсиров. И ух ты. Но вот эти домашние предметы, они в принципе, они у меня есть, просто они стоят в логове, и поэтому обозначаются, как будто бы они как новые. Но они совсем не новые. Питомец. Кстати, этот питомец идеально подходит для древнего Египта. Если он у вас есть, обязательно им пользуйтесь. Ну и сейчас у меня красная пандочка, потому что я ее недавно выбила. И хотелось бы поиграть именно за нее. Итак, эликсир мы уже набрали прилично. Приличное количество, поэтому давайте быстренько его потратим. Так, для того, чтобы он у нас не уходил впустую. Нет, спасибо. Я не буду, наверное, пользоваться пока что магазином. Не буду использовать жёлуди. Пока их оставим. Раз у нас есть еще сундуки. И дальше идем открывать. Ну что-то как-то не очень везет мне. Мне даже, по-моему, еще вообще ничего такого особенного не выпало. Даже если учитывать дубликаты. У меня ни одного мистика еще не было. Представляете? Мы уже практически открыли, можно сказать, 100 сундуков где-то примерно. Потому что 49 сундуков мы открыли в первый раз. 48 даже можно. Да, 48. И сейчас где-то примерно столько же. Ну да. 100 сундуков там мы уж точно открыли. И в 100 сундуках ни одного мистика. Не очень удачное место. Вот это вот возле Анубиса, мне так кажется. Нужно было бы все-таки перейти в то самое местечко. Ну раз мы уже здесь начали открывать сундуки, то и закончим тоже здесь. Может быть все-таки нам повезет. Удача нам улыбнется и что-нибудь выпадет. Пока что удача нам не улыбается. Ну совсем никак. Одни дубликаты. И причем обычные вещи. Даже легендарки редко выпадают. Ну от Вайлд Клаба светильник. В принципе неплохо для коллекции. Почему бы и нет. Вот эти вот вещи от Вайлд Клаба, они стоят изумруды. То есть их можно купить за изумруды. А изумруды, сами знаете, здесь с трудом получаем. Поэтому такие вещи очень ценные. Очень редко они выпадают. Но прямо безумно редко реже, чем даже мистики. У меня есть, кстати, еще сундук Вайлд Клабовский остался. Так как я снимаю это видео на выходных. Поэтому давайте-ка сейчас потратим эликсир. Еще 8 сундуков у нас осталось открыть. Откроем 8 сундуков. И еще сундук Вайлд Клабовский откроем. Может быть нам там повезет и что-нибудь выпадет новенькое. Лунные яйца я сейчас пока открывать не буду. Докоплю их до 99. Потом уже сделаю открытие лунных яиц. В принципе сейчас нет резона их открывать. Потому что, к сожалению, на преобразование ничего новенького не добавили. Так, посмотрела я рекламу. И, к сожалению, ничего не выпало в бесплатном сундуке. Окей, хорошо. Давайте, знаете, сделаем как. Сейчас перейдем, наверное, все-таки в меню сундука Вайлд Клаба. И ура, нам выпало действие на тигра от Вайлд Клабов. Ну хоть что-то новенькое. Ну хоть что-то. Спасибо тебе, игра, большое за это. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Вайлд Крафта. А с вами была Кошечка Прико. И увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...